Теперь, когда мы решили, что мы вычисляем числа от меньших к большим, давайте избавимся от нашего сложного хешмапа и заменим его на более простых данных, который называется Raylist. Raylist — это аналог вектора в C++. То есть он такой массив, размер которого увеличивается пропорционально количеству элементов, которые мы в него положили. Так, давайте немножко отредактим, что вот уберем этот Центеп, нам больше не нужно, у нас уже нет проблем с рекурсивными вызовами. Тут что мы сделаем? Смотрите. В каше будут лежать значения элементов с нужным нам... Да что ж такое-то? В каше будут лежать значения уже вычисленных числов Fibonacci. Давайте инициализируем кэш, положив в него первые два числа Fibonacci. То есть нулевое число Fibonacci будет равно нулю. И первое число Fibonacci равно единице. Все, теперь первые два числа уже лежат в нашем каше. Давайте положим туда все остальные. Для этого давайте немножко переделаем нашу функцию. Смотрите. Давайте я для простоты все это сотру. Напишу заново. Смотрите. Вот в нашем каше уже лежат значения от нуля до размера кэша минус один. Какие значения нам нужно положить? Нам нужно положить значения, начиная с кэш сайтс и до энного. Вот давайте в таком порядке их туда и положим. Это напишем цикл. И в цикле будем класть в кэш итое число Fibonacci. Как найти итое число Fibonacci? Ну очень просто. Нужно сложить и минус первое, и минус второе. Давайте сразу возьмем его из кэша. Можно даем, что оно в кэше. Отлично. И положим его в кэш. Здесь я не написал, на какое место мы его кладем, но оно добавится в конец. То есть у него автоматически будет именно тот номер, который нам нужен. То есть самое первое число, которое положится, положится на место кэш сайтс, потому что был сайт элементов, последний будет иметь номер сайтс. А следующий клается за ним и так далее. То есть у каждого нового элемента будет как раз тот номер, который мы хотим. Ну все. Вот мы положили все элементы в кэш. Теперь просто из кэша достанем значение для N. Все, наша процедура готова. Давайте ее запустим. Смотрите, мы опять посчитались тысячной фабеллачи, примерно за 800 миллисекунд. То есть сильно быстрее нам не стало. Это связано с тем, что сейчас основное время работы нашей программы тратится на то, чтобы вычислять эти суммы. Поскольку у нас числа длинные, то сумма у них вычисляет очень долго. То есть у нас, если нам нужны 100 тысячные числа фабеллачи, то его длина там порядка нескольких тысяч символов. Чтобы сложить два таких числа, нужно потратить довольно много времени. Чтобы избавиться от длинной арифметики, обычно задача просят вывести не просто число фабеллачи, а число фабеллачи по модулю. Давайте переделаем нашу программу, чтобы она выводила число фабеллачи по модулю. Для этого введем константу, равную модулю. Сделаем ее, например, интеджером. Равную 10,9 плюс 7. И теперь все вычисления будем делать по этому модулю. Смотрите, вместо того, чтобы сделать список бигинтеджеров, мы сделаем список просто интеджеров. В него положим просто 0, просто 1. Идбавимся от всех наших сложностей. Здесь сделаем просто инт. И здесь сложим это. Просто сложим с этим. И результат возьмем по модулю. Вот мы переписали нашу программу. Так, чтобы она работала с целыми числами. И результат брал всегда по модулю. Давайте запустим, посмотрим, что получилось. Вот видим, что она посчитала 100 тысяч человек в монахе за 17 миллисекунд. Продолжение следует...